Здравствуйте! Это новый выпуск семейной программы и я ее ведущая Екатерина Меншагиева. В укладе каждого домашнего очага кроется неповторимая летопись, наполненная теплыми воспоминаниями. Сегодня мы познакомимся с Полиной и Ростиславом Головченко, которые поделятся с нами своей историей семьи. Здравствуйте! Всем привет! Расскажите, как вы попали на Ямал? Может, вы приехали из какого-то другого города и чем он вас привлек? Я здесь родилась, отучилась, закончила 11 лет школы и уехала затем учиться в Воронеж. И потом, отучившись, вернулась обратно. Меня очень привлекло то, что здесь обещали точно место рабочее. Я устроилась в 4-ю школу и также начала действовать программа привлечения молодых специалистов. Обещали подъемные. А твоя история? О, моя история началась с того, что где-то ближе к 2-м годам, в 91-м году родители мои приехали в город Муравленко. Отучился я в школе, вот после чего уехал учиться в Омский государственный технический университет. Отучившись, вернулся в город Муравленко работать в сфере образования. А как произошла вот эта точка соприкосновения, когда вы познакомились и поняли, что любите друг друга? Я так люблю этот вопрос и, в принципе, эту историю, потому что, мне кажется, практически каждая девушка в душе принцесса и мечтает о такой красивой сказке. Так вот, мужчину своей мечты я встретила, мне кажется, именно так. Мы знали друг друга очень давно со школы. Мы знали, что, вот я знаю, есть Ростислав. Ростислав знал, что есть такая Полина. Есть Полина. Да. Вот, и мы встретились на свадьбе у друзей. Я очень сильно волновалась. Вот, и когда я его увидела, что он все-таки пришел, потому что накануне он как-то так расплывчато сказал, ну, не знаю, может быть, не приду. Ну, в общем, ой, щеки пылали. Мне очень понравился этот молодой человек. И этот молодой человек мне потом рассказал, что я тебя увидел и понял, что я хочу, чтобы ты стала матерью моих детей. Да, вот такая мысль, конечно. Просто в голове возникла. Очень интересно. И вот прям первая мысль такая, да, это вот мама наших детей. Вот такая мысль появилась. Так это мило. Гример, гример. Как потом начались ваши отношения и уже зародилась семья? На самом деле мы, в принципе, уже, ну, как мне кажется, уже были относительно взрослые. Зрелые. Относительно серьезные. Да. То есть что у меня, что у Полины, мне кажется, сразу был подход определенный. То есть мы понимали, что это раз и навсегда. Да, да. Что это вот семья. Что мы готовы к тем самым серьезным отношениям. Ростислав очень тонко, очень тонко намекнул, что, ну, как, что будет предложение. А я очень такой наивный человек и не сразу понимаю тонкие намеки. Он мне подарил на день рождения семейную игру. Да, да. Ну, то есть семейную. Издалека пошел. Издалека, да, да. В которой, ну, я распечатала сначала упаковку. Вижу, что семейная игра, слова, эрудит. Да. Ну, и думаю, очень интересный подарок. А я показываю, посмотри, посмотри, для семьи. Да. Я думаю, ну. Это был тонкий намек, да? А я не поняла, да. Очень смешно было. Очень тонкий намек для семейной игры. Соответственно, там внутри было. Внутри было кольцо. Я очень рада этому чувству, которое с каждым годом просто становится сильнее. Семья больше. И кажется, что эта связь становится крепче. Ну, нельзя просто этому не радоваться. Это очень здорово. У вас растут двое прекрасных детей, и вы работаете оба в сфере образования. Это как-то помогает вам расти детей? Да. Это очень помогает. Я учитель, Ростислав занимается техническим обеспечением разных программ, а я непосредственно работаю с детьми. И иногда я себя чувствую прям настоящим ученым, исследователем, когда я вижу, что, ну, начиная вот с самой вот этой крошечки, ребенок приобретает новые навыки. Я это, ну, как бы сразу замечаю, вижу, вижу, как оттачивается это мастерство. И для меня это очень увлекательный процесс. У меня нет задачи заполнить все пространство ребенка развивашками. У меня задача обеспечить ему комфортную среду. Что вы хотите донести своим детям? Мы буквально вчера обсуждали. Мы сошлись в основном по той причине, что у нас с Ростиславом одинаковые ценности. В приоритете семья, в приоритете взаимоуважение, любовь, поддержка, совместное времяпрепровождение. И детям, детей в первую очередь мы воспитываем в этом же взаимоуважении. Мы учим не нарушать чужие границы. Мы учим отстаивать свои границы, чтобы ему было понятно, что происходит в любой ситуации. Мы ему все настолько четко расписываем, что сейчас произошло, почему ты плачешь, ну и тому подобное. И он сам сейчас в мире очень много объясняет, что произошло и почему она себя так повела или он себя так повел. Это очень облегчает жизнь не только детям, но и взрослым. Да, в этом плане, наверное, по вопросу ценностей, это такой комплекс, наверное, разных вещей. То есть очень сложно выделить что-то одно, чтобы маленький человек, уже будучи человеком, комфортно себя чувствовал. Внутри семьи, внутри какой-то другой группы, в садике, на улице с детками, чтобы человек не стеснялся, мог сказать, чего он хочет, чего он не хочет. Это ценности. И мне кажется, мы прям показываем и пример, и подводим наших детей к тому, чтобы они себя комфортно чувствовали. Старшему вашему сыну 4 года, младшей дочери 2, они маленькие. Не тяжело ли это? Тяжело было до рождения Ильи. Больше эмоционально. Я, честно говоря, просто не мог даже представить себя в качестве отца. И постоянно у меня были мысли, а справлюсь ли я? Это же так сложно. И ну прям очень много переживаний, очень много мыслей. Я думаю, это у каждого человека наступает такой период. Но я вам скажу так, что с рождением Ильи, а далее с рождением Миры, ой, все так здорово. Все, конечно, есть сложности. Но здесь главное не бояться, все решаемо, в каждой ситуации можно найти какой-то подход. Главное, чтобы было желание. Да? Да, да. Есть такое выражение, не мамой становятся. Рождается ребенок, и затем рождается мама. То есть ты живешь себе, живешь. Ты уже знаешь, как ты живешь, кто ты, кто твой муж. И затем рождается новый человек, который полностью меняет вашу жизнь. И к этому очень сложно привыкнуть. Сложно... Ну, у меня так случилось, что мне было сложно понять, принять, что случилось. Что моя свобода каким-то образом ограничивается. На самом деле я не стесняюсь об этом говорить. Сейчас я понимаю, насколько у нас хорошо получается взаимодействовать с ними. Насколько хорошо получается прививать им привычки, мыть руки, убирать за собой игрушки, одеваться, слушаться. И вот это послушание тоже говорит о том, что ребенок... Это не значит, что мы его надрессировали, а то, что ребенок хочет следовать за тобой. Можно утверждать, что ваша жизнь поменялась кардинально после рождения детей. Или все осталось прежним, просто, скажем так, пришли новые люди в вашу жизнь. Ну, что все осталось прежним, сказать нельзя, мне кажется. Потому что для меня, лично для меня, это совершенно новый опыт, совершенно новые ощущения. Совершенно каждый день новый. То есть я сейчас не могу себе представить работу, находясь уже во втором декрете подряд. Что такое работа? Очень сложно, да, представить себе, что я... Ну, вот сейчас мне очень сложно представить, как это совмещать. И пока дети маленькие, я бы хотела максимально долгое, максимально возможное время находиться рядом с ними. Жизнь, конечно, прям меняется с появлением детей. Это всем известно. И она меняется, ну, чтобы не преуменьшить, колоссально. Вот, меняется по взглядам на жизнь, по приоритетам, по банальным каким-то бытовым вещам. Уже совершенно по-другому смотришь на какие-то мелочи. Уже, я не знаю, смотришь на улицы, на какие-то бытовые вещи, и уже со стороны отца, а не со стороны какого-то там молодого человека. Совсем по-другому, да. Просто меняется взгляд на жизнь. Это очень здорово, что так, наверное, и должно быть. Какой-то новый уровень. Давай четыре раза. Давай, еще два. Давай. Ух! И еще. Молодец. Сколько? Четыре. А как у вас дома распределен быт, какие-то семейные обязанности, кто за что отвечает? У нас, мне кажется, 50 на 50. Мы каждый знаем, что необходимо сделать. Вот, но если говорить вот прям конкретно, например, Ростислав всегда покупает продукты. То есть, вся продуктовая корзина на нем. Я обожаю покупать продукты. Да, а я, соответственно, из этого всего, то есть, нам не обязательно, мне не обязательно ему писать, что купить. То есть, он сам прекрасно знает, видит, что заканчивается, чего не хватает. То есть, это очень тоже облегчает, в принципе, жизнь, когда кто-то об этом думает за тебя. Дальше я здесь уже что-то придумываю, комбинирую, делаю, готовлю еду. Да, это хранитель очага. Да, на самом деле. Вот, кстати говоря, возвращаясь к ценностям, тоже словил себя на мысли, что бывает такое, что мы с детьми, ну, всей семьей там уезжаем куда-то, путешествуем. Приезжаем в какой-то город и снимаем квартиру там на неделю, например, просто посмотреть город. Раньше, до рождения детей, мы так частенько ездили, да, смотрели какие-то новые города, очень интересно. Гуляли, да, много. Сейчас такой небольшой перерыв, ну, в связи с тем, что детки все-таки маленькие. Ну, не так часто получается, да. Да, не так часто получается, требуется немножко больше условий и так далее. Вот, но тем не менее, ездим и обратил внимание на то, что, вот, к примеру, сын спрашивает, папа, там, мы сейчас покушаем, а потом куда пойдем? И я вполне легко могу сказать, что мы пойдем домой. То есть, у меня нет привязки к физическому нашему дому. Словил себя на мысли, что дом – это вот мы, там, где мы находимся, и там, где семья, вот мы вот приехали, сняли эту квартиру, мы рядом, нам хорошо вместе. Это наш дом, наш уют, наш очаг. Вот, ну, конечно же, здесь дома лучше всего. Да, когда приезжаешь домой. Представляли ли вы свою семью через несколько лет, как-то в будущем, или вы живете здесь и сейчас? Вот, когда я был, там, ребенком, началка, наверное, у меня вот периодически возникали такие мысли, вот, хочу, чтобы у меня была семья, хочу дети, вот, ну, ты не знаю, почему-то вот вспомнилась. Сейчас, например, прям какого-то четкого планирования, прогнозирования, ну, не могу сказать, что мне очень нравится жить здесь и сейчас. Нет какого-то, назовем это какой-то мечтой, прогнозированием, планированием, нет, потому что я тоже понимаю, насколько хаотична жизнь и столько возможностей вокруг, что, ну, подует завтра ветер в ту сторону, и мы примем решение, вот, взять и уехать, мы возьмем и уедем, то есть, потому что мы вместе. Спрашивают же, вот, допустим, периодически, вот, мы живем на севере, там, все равно условия для детей, как бы, хочется, чтобы на юге и весна, и осень вот это все проживать, конечно, мысли такие крутятся, но, учитывая, что, вот, мы периодически проговариваем эти моменты, что, вот, в нашем городе, да, небольшом, условия такие создаются социальные, да, что очень круто для деток, прям, и мы так смотрим, ну, нам нравится, живем здесь, живем сейчас. Да, есть планы о переезде, и мы даже как-то поставили себе такую, как это, черту, что начальная школа детей, то есть, это, сколько еще, лет 5, мы точно здесь, потому что здесь спокойно ребенок идет в школу сам, ну, то есть, ты показал дорогу, ты не волнуешься, ты не волнуешься насчет прохожих, ты не волнуешься за бродячих собак, то есть, среда очень комфортная, очень доступная, очень много площадок, все свои, территория небольшая. В этом плане я очень люблю Муравленко. Надеемся, что наша программа вдохновит вас создать такой же крепкий очаг, в котором всегда царят любовь и взаимопонимание. Это то, что делает дом по-настоящему домом. С вами была Екатерина Меншагеева. Пока! Субтитры подогнал «Симон»